МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Саковику гетага года идею увековечения доблестя супрасовников милиции и подтримания становчего имиджа органов внутренних справ огучували неодноразово. Для ее реализации звернулися до ведомого гомельского скульптора Валерия Кондратенки. У Жневни модель трансформовалась в реальность. Мы работали с областным ГАИ, собирались, обсуждали, я приносил эскизы. И постепенно это коллективное творчество, считайте. И вот такая композиция. Вышиня бронзовой скульптуры крыху больше, як два метры. У центры композиции гамельшанин, удельник Великой Чинной войны. Последы мобилизации он вернулся додому и пайшоу на службу у милицию. Супрасовник у форме 50-х годов у звания старшего лейтенанта. На кителе у знагороды. Бадай самым складаным стал выроб мотоцикла. Знасти минавита модель М-72, якой после войны корыстались милиционеры, оказался непросто. Допомог гамельский коллекционер Александр Шамкин. Чакается, что у складания кветок до нового памятного знака подчас урашистостей теперь станет еще одной городской традицией. И посредно подчас открытия скульптуры тут пройшло узнагороживание нагрудными знаками и медалями. Это реальный сотрудник органов внутренних дел тех годов, той истории, который обеспечивал во все времена правопорядок. И сегодня благодаря этому милиционеру, ветеранам тем, которые обеспечивали, сегодня наша милиция Гомельщины выполняет свой долг. Правопорядок, мы можем сказать, в целом Республике Беларусь обеспечен также в Гомельской области. Цель достигнута. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Игорь Маришенко, телерадиокомпания Гомель. Протягиваем выпуск. У Мазыры распочали будовництво таунхаусов. У каждом доме будут проживать по две семьи. Так званые блокированные домы относятся до бюджетного жилья. Их кошт дозволяет набывать его людям с средними доходами. Планами по вращении жильевого питания поцекавился Олег Сентюров. Мазыр часто называют белорусской швейцарой. Первое, благодаря незвычайному ландшафту, нема наполовину ни одного человека, який застався обаяковым домествовым краеведов. У зеля кем разе у Гомельской области ничего подобного нема больше, нигде. Хоть живе Мазыр не только туризмом, населенство города складает больше 110 тысяч человек, а тому жильевое питание для мазырян мое далеко неоплошнее значение. Специалисты кажуть, что сегодня рынок жилья перенасыщенный, а лег это не значит, что по опыту не иснуем. Причем, калейшие два года тому на другостном рынке двухпокаевую кватеру продавали за 30 тысяч долларов, то зараз за 25. Сегодня самая дорогая серотых, что пропануется про интернет, четырехпокаевая кватера за 40 тысяч. У акционерам товариства Мазыр Прамбуд, якое озводить практически полову мазырских кватер, лечить, что и эту цену можно снизить. Во первую чергу, про будавництво тонхаусов двухповерховых домов на две семьи с особными у выходами. Тонхаусы – это загородное жилье со всеми удобствами. То есть все инженерные сессии будут подведены к данному виду жилью. Это канализация, водопровод, горячее водоснабжение отопления будет осуществляться от индивидуальных котлов газовых. Кобач с домом, невеликий земельный участок, непосредственно у кватеры на одну семью, три покои, гостиная, кухня, гардеробная и гараж. Огольная площадь 136 квадратных метров, кошка для 40 тысяч долларов, примагчимость отримания банковского кредита. Будовники кажут, что навык при таких ценах будовництво тонхаусов экономично выгодно, головная организация працы и минимальные термины работ. Из-за своевременной поставки, быстрой поставки материалов, закупки и также графиков работ, эти дома можно построить месяц-полтора. Первая черга мазырских тонхаусов – это четыре дома на восемь семью, при том, что полностью городок различен на 20 домов. Олег Сентюров, Евген Макеенко, Каде радиокомпания «Гомель» с Мазыра. А уведцы сегодня порадовали аматоров здорового ладу життя. Тут открылся спортивный комплекс, различный так само на профилактичную работу с неполнолетними. Переваги нового социального объекта оценил Дмитрий Котов. В бягучем годе проведена достатково значная модернизация иснуючей в райцентре спортивной инфраструктуры. Так, до приклада, у Ветковской из Дюшара отрамонтовали помешканье для занятков спортом, набыли необходный инвентар, доброго порадковали городский стадион. И вот зараз явилась еще одна сушастная пляцовка для аматоров здорового ладу життя. Новый спортивный комплекс выник инициативой «У здоровым теле здоровый дух». Она реализована в рамках проекта «Содейничание развитию на мясовом узровне у Республицы Беларуси», который финансуется Европейским Союзом и реализуется программой развития ААН. Выдаткованная сумма – около 14 тысяч евро. Спортивный комплекс разместился на территории городского стадиона. В этом районе основная колькость городских шмат поверховок. Теперь зручное место для занятков спортом у кроковой доступности. Очень здорово, что построили в нашем городе такое место, где можно сходить, позаниматься спортом. Я уже сюда ходила несколько раз, мне очень нравится. Я надеюсь, что не будет пустовать это место, и будет много ребят ходить сюда. Спортивный комплекс поделяется на два сектора. Один – для профилактичной работы. Каждый месяц супрационники ДАИ будут проводить тут занятки по правилах дорожного руху с маленькими же хорами ветки. Другий сектор – воркаут-пляцовка. Тренажерная зала под открытым небом, махшимой заниматься спортом бесплатно и в любой час. Я очень надеюсь, что эта площадка ветки будет востребована. Ребята будут меньше сидеть за компьютером. Я буду приходить сюда и доказывать своим друзьям, коллегам, что они молодцы, занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни. Это очень приятно. Я очень надеюсь, что благодаря таким площадкам наше поколение, молодое поколение будет здоровым, активным и будет проводить с пользой для себя время. В проекте «Соединение развития на мясовом узроне» в Республике Беларусь уделенше 30 районов нашей краины. Пять из них – у Гомельской области. Непосредственно ветка в Шене реализуется 7 инициатив на огульную сумму 120 тысяч евро. На сегодняшний день полностью завершены две – по створению спортивного комплекса и мобильного пункта допомоги МНС. Пять в процессе будут тоже реализованы. Проект будет длиться до конца следующего года. Я думаю, что мы с успехом реализуем остальные оставшиеся инициативы. В основном они касаются, конечно, больше социальной сферы, но это тоже значимо для нашего населения. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, отель и радиокомпания «Гомель» – Зветки. У Житковичах завершается бодрыхтовка до фестивалю «Кермашу» до «Жинки-2017». Гостей свята 17 листопада чекают массовые гулянни, кермаши, выставы народной творчести, выступления артистов. Головным мероприемством станет ушанование керовников районов и особных господарок, механизаторов и водителям, тех, кто унес наибольший уклад у областный каравай. Холдинг «Гомсельмаш» плануя представить на дажинках найновшие распрацовки у галиней сельско-господарчай техники. Даречи про выники сельско-господарчага года и его особливости позже размова завтра у программе «Дайалог». На питание откажет намесник старшини комитета по сельско-господарце и харчаванне у Гомельского облаканкама Сергей Андруш. Глядите «Дайалог» у промым эфиры на телеканале «Беларусь-4» завтра у 19.20 хвилин. Номер телефона у студии 34-00-43. 10 листопада областное управление МНС проведе комплексную проверку автоматизованной системы централизованного повершения на Гомельском химичном заводе. Будут выкористовываться электросирены и рупорные гучноговорители, усталяванные як на территории завода, так и за его межами. Уперед проведения проверки просьба до насельництва заховыць спакой и заставаться на своих местах. До новинок культурного життя. Сегодня означается 115 годзе з дня народжения аутра музыки державного гимна нашей краины Нестора Соколовского. Имя этого композитора носит одна из научных установ Гомеля, колледж Мастатства. Сегодня тут отбылся концерт, присвеченный знаменальной дате. На сцене выступили выкладчики и наученцы, взводный хор с некольких вокальных и инструментальных народных коллективов. Яны выканали творы Нестора Соколовского и инших белорусских композиторов, с якими юн працавау. Лёс Нестора Соколовского некоторый час был связан с Гомельщиной. Юн керавау полезским областным ансамблем песни и танца. За свое короткое житё, менее за 50 году, Соколовский поспел шмат зрабить для захования белорусских традиций. Сабрал и записал кале 500 опрацовок народных песен. Однако широко вядомым он стал дякуючи ауторству Державного гимна, який сёня так сама прагучал со сцены. В биографии Соколовского такой факт, что музыку гимна он написал как песню. И умер он, не зная, что его песня станет гимном. И, конечно, для композитора каждого была большая честь, если его произведение стало гимном. Гимн был утвержден только в 1955 году, а умер он раньше, в 50-м. У Гомеля стартовал форум классичной музыки про стерни дозорок. На протягу трех тыднёй он будет сопроводжаться проведением аддукационных майстер-классов, цикавых творчих встреч с белорусскими музыкантами, а так само серые концертных программ. Форум открылся у областным драматичным театры, музычной комедии, опера у пижаме. Вероника Ворошилина, Волода и подрабязностями. Форум классичной музыки – масштабная и знаковая культурная падея как для Гомеля, так и для усяго региона, что вот я назбираю матра у высокого мастатства разных взрослых и густов. Всё лето на урочистом открытии форума гости вечера смогли убачить незвычайную музычную постановку опера у пижаме. Это комедийный спектакль, наполненный вядомыми оперными ареями. В основе сюжета – истории четырех оперных спеваков, утягнутых в розной коллизии. Усё театральное действие отбывается под живый аккомпанемент музыканта у Гомельского симфоничного оркестра. Сольные парты выконывают запрошенные столичные артысты. В спектакле гучать ары из таких вядомых опер, как Дон Жуан, Веселье Фигара, Кармен, Князь Игр, Пиковая дама, Яуген Анейин. Мы с точки зрения музыки собрали самые, пожалуй, известные в оперной арии, но при этом они настолько гармонично вплетены в новый сюжет, что именно таким образом мы новую публику влюбляем в оперу, а те, кто уже оперу давно знает и любит, мы эту любовь усиливаем. Потому что вот таким образом, таким образом, под таким соусом, можно сказать, под таким музыкальным соусом, в общем-то, не существует оперных спектаклей. Поэтому это какая-то такая вот новизна, какой-то вызов даже, можно сказать, в рамках жанра. Программа третьего форума классичной музыки про стерни дозорок обещает быть насыщенной и циковой. Ее головная идея продемонстровать выступления у разных жанрах. Утым леку представить шедеру академичного мастерства прозоригинальные музычные эксперименты, не отыходя, что при этом от классичного накерунку. Концертные вечеры будут сладиться один раз на тыдень, каждую сираду у 18.30 у Гомельским областным драматичным театры. До того же запрошенные выканавцы проведут майстер-классы для юных талентов. Музычное действие на протягу всех трех концертных встреч будет сопровождать Гомельский симфоничный оркестр. В следующую среду гомельские слушатели уже смогут насладиться мастерством известных белорусских и не только белорусских музыкантов. К нам в гости приезжает Михаил Радунский, один из лучших виолончелистов Беларуси, Ярослав Макарич, гитарист, а также наш специальный гость, волторнист Альберто Капиелло из Италии. Все они втроем будут давать мастер-классы в колледже Несера Федоровича Соколовского. Заключительным концертом нашего форума в этом году станет такой микс. Это классическая оперета, классический мюзикл. Концерт будет достаточно большим, насыщенным, проходить в двух отделениях. К нам приедут солисты Белорусского государственного академического музыкального театра Ольга Шелевская, сопрано, и Николай Русецкий, тенор. Ну а также наша солистка городских оркестров Юлия Муха. Это будут дуэты, трио, разнообразная музыка и очень интересная. Вероника Ворошилина, Валера Игапанько, телерадоя компания «Гомель». Спеваем разом. Доброченный концерт под такой назвой отбудется в ближайшую неделю, 12 листопада, у городским Центра культуры. Ее наорганизованы у Гомельской областной организации Белорусского союза жанчин. На сцену выйдут юные, але уже вядомые и песпяховые белорусские артысты. Солисты Национального центра музычного мастерства «Имя» Владимира Мулявина. Концертные номеры выканают переможцам музычного проекта «Я спеваю» Саша Локтьенова. Финалистка шоу «Голос дети» Стефания Соколова уденится в финалу отборочного тура детячего «Еуробачення-2017» Мария Жилина. Так само выступить балет «Арт-платформа». Мецы в зале займыть коле 500 дзятей, выхованцы детячих домов, домов семейного типу, шмадзетных семьев и волонтеры громадских организаций. У роли ведучая концерта заслуженный дзятш культуры Республики Беларусь Светлана Стаценко. Гэты и инши новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфиры спортивный агляд. З новинами спорту вас познайомить Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин